Вы знаете, строительство этой станции в большой степени стало одной из причин наката на Беларусь со стороны наших западных соседей. Я знаю, что такое Игнолинская станция. И мы никогда литовцам не предъявляли никаких претензий. Но захотели они быть в Евросоюзе. Взяли и закрыли свою станцию. Так чего же к нам вы сейчас предъявляете претензии? С Евросоюза подтолкнули там. Давайте, бомбите. Станция небезопасная. Станция такая-сякая. И пошло-поехало. А почему? А потому что мы конкуренты сегодня. Мы сегодня конкуренты западным странам. Им не нужна эта станция, как и не нужна мирная и спокойная Беларусь. Наконец-то вы уже, наверное, спустя два месяца этих боев в Минске поняли, чего они хотят. Там уже сегодня за рубежом правительств в пять раз больше, чем этих энергоблоков. Правительств, созданных для Беларуси. Они нами уже управляют оттуда. Я им часто говорю, не смейте. Мы ответим. И ответим очень сильно. Поэтому я хочу еще раз обратиться сегодня с этой площадки Белорусской АЭС. Давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили. Да и до сих пор нормально жили. На ровном месте влезли в наш огород. Ну хорошо. Если вы поняли, что вы ошиблись, уходите с нашего огорода. Давайте будем вместе работать. Вы в своем огороде, мы в своем. Давайте производить эту электроэнергию. Давайте продавать ее, обмениваться электроэнергией. Давайте жить нормально. Мы же соседи. Соседи не выбирают. То же самое я хочу сказать и польскому руководству. Ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим. И я уже говорил, даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли.